Привет всем! Сегодня я хочу поговорить об именных суффиксах в японском языке. Сразу скажу, это не моя стезя, не моя тема, но, тем не менее, японский я знаю, я на нём постоянно общаюсь, непосредственно в самой Японии, и рассказать я могу хотя бы с точки зрения того, что я учила, а также с точки зрения моего опыта, того, как я сама их употребляю. Итак, если вы посмотрите большинство учебников, словарей и так далее, то вы найдёте примерно такую информацию об употреблении суффиксов. Есть суффикс san, и это нейтрально-вежливый суффикс. Есть суффикс sama, который выражает почтительность. Sensei, почтительное обращение к учителю. Kum, суффикс обращения старшего к младшему, а также к равному. Tian, произносится скорее как chan, уменьшительно-ласкательный суффикс к именам детей, к личкам животных. И, наконец, dono, устаревшее, это уважительное обращение к самураям, к служивым людям, военным, полицейским и так далее. Ну, сразу скажу, что реальное употребление, оно будет посложнее и позапутаннее. И давайте начнём с самого нейтрального и понятного, суффикса san. Суффикс san выражает практически только то, что ты относишься к этому человеку нейтрально, то, что между вами находится, ну, есть достаточно большая дистанция, и у вас никаких особенных отношений с этим человеком нет. Да, официально он должен выражать уважение к собеседнику. Реально, ну, я бы сказала, что это такое совсем нейтральное уважение. Так можно обращаться практически к любому человеку, с которым вы не очень близки. Конечно, это употребляется и по отношению к мужчинам, по отношению к женщинам, по отношению ко всем возрастам практически. Скажем, в школе сейчас учеников чаще всего принято называть на сан, если мы говорим с ними по-японски, понятное дело, без каких-либо вариантов. И вот интересно, когда я училась в университете, у нас преподаватели всегда на лекциях ко всем всегда обращались к студентам на сан. При этом, понятное дело, за пределами класса у нас могли быть совсем другие отношения. Мы могли вместе ходить по барам, могли зависать у этих преподавателей дома. И вот если мы зависали у них дома или вместе шли куда-то пьянствовать, то, конечно же, в таких условиях мы были уже не сан, а кун или даже чан. Но вот возвращаемся в класс и на следующее утро мы опять саны. Дальше. Если мы хотим все-таки выразить какое-то особое уважение к собеседнику, то лучше назвать его само. Само – это особенно вежливый суффикс. Им называют тех, кто стабильно выше по положению. Вот, например, богов называют сам, да, то есть каме-само. Этот суффикс подчеркивает, с одной стороны, более уважительное отношение, но это и более тёплое, это чуть-чуть более фамильярно. В то же самое время, если вы переходите на очень вежливый стиль, то у вас происходит самозамена всех сам на само. То есть самые-самые-самые официальные письма будут писаться само. Поэтому, например, клиентам тоже употребляется само. И, опять же, из своего опыта могу сказать, что официальные письма даже на таком уровне, когда, например, есть письмо, которое прилагается к подарку, и этот подарок делает вам кто-то очень близкий, с которым вы обычно общаетесь без всяких уважительных суффиксов, может, он вас даже постоянно называет на чан, но если это официальный подарок по какому-то официальному случаю, то рядом с вашим именем или фамилией, у меня, например, японцы используют как имя, так и фамилию, у меня иногда даже возникает вопрос, а реально различают ли они что у меня имя, что у меня фамилия. Так вот, всегда будет употреблено само. Потому что эта официальная ситуация, она требует вот такого самого-самого уважительного суффикса. Ну, у нас есть ещё один очень уважительный суффикс, который постоянно употребляется, и это сенсей. Что у нас с сенсейми? Так называют только учителей? Нет, не только учителей. Сенсей – это, грубо говоря, любой образованный человек. Это может быть учитель, это врач, то есть, если вы идёте к врачу, то вы тоже называете его сенсей. И если, например, японец говорит, мне нужно сходить в клинику, чтобы меня осмотрел сенсей, то он, понятное дело, имеет в виду не школьного учителя, не университетского профессора, он имеет в виду врача. Также так могут называть юристов. Иногда даже это может употребляться к более опытным коллегам, которые проводят какой-то инструктаж или что-то подобное. Это показатель уважения именно к знаниям, опыту человека. Это очень приятно, когда тебя называют сенсеем. И иногда, конечно, это может употребляться с зарядной долей иронии. Например, если ты что-то кому-то показываешь, даже своим друзьям, они тебя могут в шутку назвать сенсеем. Но, тем не менее, это всегда содержит в себе какую-то долю уважения к твоим знаниям, которым ты готов делиться с окружающими. И вот мы переходим к самой сложной категории. На мой взгляд, самой сложной, потому что здесь очень трудно понять, насколько ты имеешь право это всё употреблять. Кун и Чан. Неформальные суффиксы. Я до сих пор иногда встречаю с мнением, что Кун употребляется только по отношению к мужчинам, а Чан только к женщинам. Нет, нет, конечно же, это не так. С Куном тут такая вещь. Это дружеское обращение к равному. Это может быть дружеским отношением к другу, коллеге, однокласснику и так далее. Коллегам может быть обращение к мужчинам и к женщинам Кун, без разницы. Или Сан. Ну, я, например, называю своих коллег на Сан. Они тоже называют всех на Сан, за исключением тех случаев, когда они спрашивают у меня какого-то мнения по поводу образовательного процесса, потому что мы все преподаватели. Вот в этот момент вдруг, неожиданно, с Саном мы можем перейти на Сенсей. На Кун мы друг друга не называем. Но, скажем, когда я училась в университете, то в основном мы чаще всего называли друг друга на Кун. И, наверное, вот если вы смотрели такое замечательное аниме «Бокуно Хиро Академия», «Моя супергеройская академия», то там есть такой персонаж, который мне лично очень нравится, Иида, который всех называют на Кун, и это его принцип жизни. И там есть абсолютно замечательная сцена с другим персонажем, Цую Чан, которая тоже мне очень нравится, девочка-лягушечка, которая всех называет исключительно на Чан. И в какой-то момент она попросила его тоже «Называй меня, пожалуйста, Цую Чан», после чего он стал называть её Цую Чан Кун. Так вот, теперь давайте переходим к Чан. Что такое это самое Чан? Это такое нежно-покровительственное отношение. Показывает очень, ну, не обязательно покровительственное, но всегда очень нежное, показывает очень близкие, фамильярные отношения. И я бы сказала, что до сих пор употребление этого суффикса весьма ограничено, и я не советую никому употреблять его по отношению к кому-либо, кроме совсем маленьких детей, если вы не уверены, что тому, по отношению к кому вы употребляете этот суффикс, оно будет приятно. Ну, я бы сказала, что без риска вляпаться в неприятности вы можете так называть детей лет до шести, и то с мальчиками уже могут быть проблемы, потому что мальчики могут не соглашаться называть себя на Чан. Домашнего любимца практически всегда, хотя стоит сначала поинтересоваться у хозяев, и здесь тоже могут быть проблемы. При этом, когда человек просит называть его на Чан, то это, конечно, личная позиция, и, ну, по моим наблюдениям, это довольно часто исходит от молодых женщин и также пожилых бабушек, но, в принципе, даже взрослые мужчины тоже могут попросить называть себя на Чан по каким-то причинам, может быть, им больше нравится устанавливать такие близкие-близкие отношения с собеседникам. Коллегам лучше такое не употреблять, если только вас не просят лично. к друзьям тоже лучше по запросу, потому что я говорю, это очень-очень-очень интимный суффикс. И давайте озвучим ещё несколько случаев. Вот я говорила вначале про доном. Употребляется сейчас доном. Это очень устаревший суффикс. Самураев, как вы понимаете, сейчас нет, они кончились, но я даже не слышала, чтобы так называли каких-либо других служивых людей в реальной жизни. Ни разу не слышали, чтобы так, например, обращались к полицейским тем же. Но Дона по-прежнему часто мелькает применительно к победителям соревнований и непосредственно в дипломах. У меня у самой где-то валяется какое-то количество дипломов, где меня почтительно называют Дона. Так что, ну, победите где-нибудь в Японии и почувствуйте себя самураями. Также есть вариант использования всяких других суффиксов. Наиболее часто, наверное, щоджо и щонен применительно к девочкам щоджо и мальчикам щонен. Опять же, в супергеройской академии суффиксом щонен очень часто пользуется герой Оу-Майт. Ещё есть суффикс химе, тоже очень устаревший, но до сих пор, наверное, временами ещё использующийся в определённых ситуациях, который означает что-то типа молодая госпожа. Иногда ошибочно переводится как принцесса, но нет, это употребление к любой молодой девушке, которая находится очень выше вас по положению. Если вы знаете ещё какие-то суффиксы, хотели бы узнать, когда и в каких ситуациях они употребляются, пожалуйста, пишите в комментарии, и я непременно отвечу. Если их наберётся много, то можно даже сделать продолжение этого видео. Ну что ж, пожалуй, это всё на сегодня. Спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok